KKR24 Technologies Всем привет! На обзоре снова бренд B-Side. Смотрим, как преобразилась упаковка. В комплект поставки входит руководство пользователя, похоже на китайском языке. Частично также есть английский перевод, где можете познакомиться с основными техническими параметрами прибора. Кейс теперь имеет презентабельный внешний вид. Снутри имеется вот такой карман. С новым дизайном шупы, который также имеет изоляционные наконечники. Ток коммутации максимум до 10 А. Провода достаточно эластичные. Прибор. Первое впечатление – это его компактность. Видим удлиненный отсек для элементов питания. Снизу расположены гнезда для шупов. Дисплей, смотрим, стал компактным. Для большого дисплея одной батарейки, конечно, было мало. Здесь все реализовано гораздо лучше. Отсек для элементов питания, для большей долговечности, имеет бронзовую резьбовую вставку. Чтобы не говорили, все-таки современный дисплей с одним лишь недостатком – это большое энергопотребление. Это с лихвой перекрывает вот такое качество дисплея с отличными углами обзора. Этот современный дисплей, на мой взгляд, гораздо приятнее для восприятия глаз. И даже в энергосбережении все равно читабельность отличная. К сожалению, на камеру это не так хорошо передается, но все нормально. Еще одно важное отличие в новой модели – это то, что он измеряет максимум до 600 вольт напряжения. А эти модели могли только до 400 вольт. Сверху можем видеть значок автоотключения. Что же касается фонариков, то тут ничего не изменилось. Та же самая яркость в темноте очень даже неплохо светит. Функции индикатора – смотрим, как все срабатывает, даже на низкое напряжение в 1,5 вольт. Если верить индикатору, то смотрим, где фаза и где нулевой провод. Есть еще такая функция, которая позволяет увеличивать чувствительность обнаружения. Но здесь, как видно, на фазе горят уже все индикаторы. Пробуем измерить переменное напряжение бытовой сети. И как видим, сразу индикация и напряжения, и частоты. Это очень удобно. Также смотрим на значок переменки. Также отличная скорость измерения постоянного напряжения. Четкий, громкий прозвон. Низкая скорость отклика – это свойственно большинства приборов, где задействован автоматический подбор режимов измерения. Так как прибор сперва думает, какой режим выбран, измерение, и только потом догадается прозвоне. Измерение резистора на примере резистора 47 Ом. Как видим, все точно и быстро. А вот резистор с малым сопротивлением прибор определяет как прозвон, то есть не видит, номинал которого 0,22 Ома. Теперь смотрим, какой ток потребления. Начнем с 1,5 В. Смотрим на мультиметры. Идут стартовые токи, но прибор не включается. Выставляем в 2 В. Это то напряжение, которое способен дать даже любой аккумуляторный элемент. 2 В спокойно включается, и достаточно большой ток потребления – 32 мА. И теперь посмотрим, потребляет ли прибор ток в выключенном состоянии. Все нули стоит переключить в режим микроамперов, и как видим, ток потребления менее 1 мА. Мне этот прибор понравился. А какая из этих приборов больше понравилась вам? Пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр.